Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, проект Faberlic Online. В этом видео мы с вами поговорим о двух коробках пустых баночек. Ну что ж, побежим с вами. Это все, что я люблю, все, что я заказала, но все-таки есть продукты, которые я немножко наругаю. Вот. Значит, гель для интимной гигиены суперский, классный, очень его люблю. Он густой, он долгоиграющий. Артикул 8722200 малэ, приятный аромат и идет с афродизиаками, во-первых, и для чувствительной кожи. Это шикарно. Далее закончился вот такой вот SPF-крем, он классный, не пачкает одежду, все просто здорово, он защищает от солнечных ожогов и пигментных пятен, вызванных солнцем. Так, артикул, артикул у него 2780, прям рекомендую, вот эта обновленная линейка, тут добавлена защита от пигментных пятен. Вот, кто ими страдает. Далее, начала я линейку Bloom 45+, но у меня еще осталась половинка дневного, половинка ночного, а сыворотки с кремом для век вот закончились. Смотрите, значит, у сыворотки артикул 0149 и у крема для век артикул 0148. Что хочу сказать про всю эту линейку, хорошо, быстро впитывается, не скатывается, подходит под макияж. И плюс ко всему, так как эта линейка 45+, мне 39 скоро, я вам скажу так, вот как я заметила его действие, я чувствую, что действие действительно классное. Дальше, когда я сплю на подушке, ну, обычно, ну, нормальные женщины спят на затылке и там лицом вверх, чтобы у них не было мятин, то есть так правильно спать. Я же сплю как попало, под подушкой, на подушке, на боку. И, конечно, с утра просыпаешься и есть вот эти вот заломы, слежни вот эти вот на лице уже. Вот, ну, девчонки после 30 скорее всего у себя их замечают и их с каждым годом все больше и больше. Так вот, они с утра начали намного быстрее расходиться, убираться, особенно после дневного крема. Я дневной крем наношу и чувствую, как вот все эти заломчики начинают быстрее и лучше выпрямляться. Поэтому это Bloom 45+, именно, вся линейка целиком, по отдельности я ей не пользовалась, к сожалению. Сказать не могу, как, допустим, работает отдельно сыворотка или отдельно крем, но я могу вам сказать одно, все вместе работает великолепно, я вам рекомендую. Далее, вот такая вот штука. Это у нас с вами идет кокосовый скраб-праймер с артикулом 6646. Так, я думала, тут открывается. Что я вам скажу? Это новинка в моих пустышках, он вкусный, сладкий, кстати, прикольный. Но я туда залезла с сырой рукой и больше им не смогла пользоваться. Он у меня таким образом вот растаял. Поэтому пользоваться им нужно только стоя над раковиной. Я его поставила в ванной, подчеркнула пальчиком, туда скорее всего попала влага, он у меня испортился и я осталась ни с чем. Но где-то больше половины я успела израсходовать, а потом он превратился в кусочки. Просто в кусочки. Поэтому с ним надо быть поосторожнее. Стевия это сахар заменитель с артикулом 15677. Способ применения 712 капель на 200 малой жидкости. Ну я чуть-чуть немножко поменьше кладу, но это 100% концентрированный экстракт стевии. Ну что он делает? Он избавляет нас от сахара. Все уже знают, что сахар это очень вредно. И, конечно, кто его не кушает, тот огромный молодец. Или хотя бы сократил употребление. Также у нас закончился фисташковый с ромашкой чай. Его люблю я, наша мама его любит. Муж его пьет. Мне он нравится. Артикул 16 053. Дальше куча шоколадок будет попадаться. Но я только заострюсь на них. Я их заказала много из-за того, что я не хочу, чтобы моя дочь кушала обычный шоколад. Она его, конечно, иногда выпрашивает в магазине. Мы ее учим говорить. Иногда, конечно, она его выпрашивает в магазине. Все вот эти вот сладкие вредные пакости. Но я стараюсь как можно меньше ей его давать. Домочатся не всегда меня слышат. Иногда их втихря от меня суют конфеты. Все-таки замедляют ее развитие. Но бывает и такое, что вот я успеваю дать шоколадку, и она потом не просит настоящего сахара. Значит, 70 грамм шоколада идет. Артикул 16 057. Это шоколад, который содержит много белка и полезных жиров, которые повышают иммунитет. И плоды нони, которые богаты антиоксидантами, которые помогают сохранить здоровье, молодость и красоту. В общем, молодость и красота моей восьмилеточке не так важна. А вот то, что сахар замедляет развитие мозга и разлагает мозг, это уже доказано. Дальше. Гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Это 0+. Но я его до сих пор в якуске заказываю. Артикул 16 44. Густой, классный, долгоиграющий. Чуть-чуть немножко осталось, но, к сожалению, мы уже улетаем. И вот это вот чуть-чуть немножко мы не будем забирать с собой. Мы его тут оставляем. Он такой вот прозрачный, густой, хороший. И практически у него нет никакого аромата. Он очень нежный, легкий и классный аромат. Далее. Крем солнцезащитный для лица SPF 50. Старая версия с артикулом 21 21. Много раз про него рассказывала. Так. Детский шампунь-бальзам для волос 3+. Очень понравился 26 90. Тоже не весь закончился. К сожалению, тоже придется тут его оставлять. Вот, кстати, хорошо, что я могу вам его показать. Какой он вообще. Он такой густенький, хорошенький, классненький. Так. Дальше, дальше. Очень еще раз хочу похвалить вот эти патчи. Пусть они и дорогие. Это гидрогелевые патчи для контура глаз с артикулом 14-13. Глазки действительно очень хорошо выпрямляются. У меня они давно спросили, как это выпрямляются? Ну вот так. Ха-ха-ха. Будет 40 или больше. Плюс узнаете, как глаза могут выпрямиться. Ха-ха-ха. Во-первых, они удобные. Во-вторых, они идут и на верхнее, и на нижнее веко. То есть и верхнее, и нижнее веко идут. И сразу же подтягивают и то, и другое. Вот это суперски. Ну и в глаза не кидаются, они прозрачные. Так. Влажные дезодорирующие салфетки с артикулом 24-69. Тоже нравятся. Они именно и очищают, и они не сильно прям такие влажные. Кожа не слипается, когда вы ими очиститесь. Ну, здорово и классно. Кстати, у меня тут три слоя лака Фаберлик на моих пальцах, потому что покрытие уже до такой степени вот до сюда отросло. Мне уже самой было неприятно. Я подпилила ноготочки и накрасила тремя видами аж лака Фаберлик. Представляете? Как классно получилось. Вот они эти лаки. Они у меня, конечно, не закончились. Первый лак я нанесла 78-74. Потом мне показалось, что вот эти кругали, они слишком такие редкие. И я покрыла вторым слоем лака. Но это вы увидите в предыдущих видео. С артикулом 78-70. Но мне все равно показалось прям слишком они яркие. Я люблю поспокойнее, но блестящие я обожаю. И сверху третий слой я покрыла 77-98. Конечно, если все три слоя сразу вместе наносить, то это очень долго сохнет. Я эти два нанесла в первый день, а этот уже я нанесла прямо на следующий день. Потому что я так вот походила, думаю, нет, что-то хочется такое добавить еще, чтобы было поспокойнее. Ну, мне кажется, шикарное такое сочетание. Очень даже приятненькое получилось. Так, дальше. Маска для волос. Бальзам и восстановление и уход для сухих поврежденных текущихся волос. Это был не мой бальзам с артикулом 87-50. Им пользовались девочки. Вроде говорят, все нормально, все понравилось. Претензий нет. Далее вот такой вот чай, восточный чабрис с кардамоном. Ну, мы отдыхали 33 дня, поэтому много закончилось. Артикул 16-0-12. Так, дальше маски, маски, маски. Маска с пептидами. Антигравитация омолаживающая маска. Идет с артикулом 0462. Но что не понравилось, ее нужно все-таки смывать, протирать. Потому что вот эта вот липкость после маски не оставляет. Все остальное действительно понравилось. Потому что она как-то освежает лицо. Вот все, в принципе, маски лицо освежают. Они очень-очень приятные. Маска с коллагеном. Идет как укрепляющая, как тонус с артикулом 0461. Ну, вот если единоразовыми пользоваться, видно, прямо освежается, подтягивается. Какое-то вот личико поприятнее становится. Восстанавливающая маска безмятежность с артикулом 0463. Она идет как заживляет воспаление, еще что-то. Вот когда подгоришь, с утра просыпаешься, кожа вроде как будто и не пострадала. Далее антиоксидантная маска. Это новейшая новинка. Первый раз в моих пустышках с артикулом 0075. Все тоже понравилось. Хорошие тканевые маски. Вот эта маска, она содержит Q10. Он остается одним из самых мощных антиоксидантов. Q10 эффективно нейтрализует действие свободных радикалов. Вместе с тем стимулирует регенерацию клеток, синтез коллагена, делая кожу более плотной и выравнивает текстуру и тон кожи. Замедляет фотостарение и так далее. В общем, если ими пользоваться, допустим, каждый день, то вы увидите вот такой эффект. Если вы будете там, например, перед каким-то мероприятием такую масочку делать, то вы увидите просто освежающий эффект, макияж будет лучше ложиться, шелушений будет меньше. Просто подтянете лицо таким вот образом. То есть, ну, вам самим выбирать. Далее закончился у нас коктейль. Честно скажу, мы поднабрали. Поднабрали немало в этом отпуске. Что меня лично очень сильно расстраивает. Вот поэтому мы уже перелезли завтраки. Мы уже не ходили, не ели. Мы выпивали коктейль. Все-таки он сытный, он классный, он вкусный. И с артикулом 156-51 со вкусом клубнички у нас один закончился. Мы еще с собой брали ванильный коктейль. Он еще не закончился. Там несколько порций осталось. Дальше. Хочу вам порекомендовать очень кислородный бальзам. Понравился. Он усиливает все. Действие любых кремов. Даже с аргинином. Такой вот он прозрачный. Классный. Я прям в восторге от него. Вообще. Он помогает от всего. Даже от укусов комаров. Даже если вы сгорели. Но на самом деле он идет как мощный усилитель. Потому что в нем идет сильнейшая концентрация нашего кислородного комплекса. Новостемо-2. Который активирует синтез коллагена, других белков. Повышает тонус кожи. Улучшает тон рельеф. Стирая следы стресса и усталости. Омолаживает кожу. И он идет как очень хороший проводник любого крема. То есть это может быть. Даже вот вы его тоненьким слоем нанесли на чистую кожу лица. Лучше после тоника. Потом нанесли сыворотку. Потом ночной дневной крем. Посмотря какое время дня. И вы почувствуете, что он действительно лучше работает. И ускоряет работу всех кремов. Помимо того, что он самостоятельно хорош. Далее. Детский шампунчик. Шампунь для волос. Кушка малина. Ну знаете. Обычный шампунь бальзам. Артикул 2344. Вот вкусный. Пахнет. Яркий у него аромат. Вот такой вот негей для душа. Тоже чуть-чуть недорасходовали. Но уже с собой брать не будем. 400 мл. Артикул 2548. Он идет как антистресс. Фиалка и мелиса. Вот честно. Вот этот аромат любит у меня Катюша. Дочка моя. Я же как-то осталась к нему равнодушна. Но им и не я пользовалась. Если честно. Он в другом номере был. Вот это открытие. Хочу вам очень сильно похвалить. Рефрешер для одежды и тканей. Это впервые у меня в пустых баночках. Очень-очень-очень выручила в отпуске. Аромат у него идет лаванды и бергамот. Мне очень понравился. Но вот тут написано без замятий и запаха пота. Действительно так. Я футболку даже вот муж одел. Я смотрю, Антоха, ну зачем ты надел мне эту футболку? А потом думаю, господи, рефрешер же есть. Я взяла его прямо в одетой футболке. Пшик-пшик разгладила и все, мы пошли. Никаких замятин. Ну, потом мы не пахнем, потому что мы пользуемся хорошим дезодорантом. Неприятные запахи и как жидкий утюг. Он работает отлично. Можно освежить футболку, например, и второй день не проходить. Артикул 30 289. Отличная штука. Идет 250 малы. Действительно, он очень долгоиграющий. Я его еще использовала, знаете, в каких моментах? Я разбалованная. Я дома часто меняю постельное белье. Очень часто. И, конечно, там неделю на одном постельном белье мне было не очень приятно спать. И каждый раз, когда мы с утра вставали, я обрабатывала рефрешером и подушечку, и простыночку, и пододеяльничек. И потом ложилась спать. Вот, знаете, такое ощущение было вечером. Каптейла же снова в чистую постель. Очень приятно. Классно. Мне понравилось. Я прям в восторге. Я прям в восторге. И еще дома у нас дочка бывает уплывает в связи с диагнозом. И дочкину кроватку мы тоже несколько раз дома обрабатывали. Тоже отлично справляется с запахом. Хотя до этого мы пользовались нейтрализатором запахов. Далее не закончила, но беру с собой, не выкидываю воду, авиатрис. До этого я использовала элисар, но там осталось чуть-чуть. Я ее отдала маме. Говорю, мам, до расходу я теперь эту хочу. Да, уже надоело. Отличная водичка. Нравится. Вот мне она именно в отпуске нравится. Она меня не раздражает. Она легкая, она классная. Приятный такой свеженький, сладко-свежий аромат. В общем, все вкусно и здорово. Я в восторге. Далее. Ну, конечно же, как без этого дела, которое может испортить отпуск. Ха-ха-ха. Да-да-да. И такой бывает. Артикул 112-89. Это прокладки с анионовым чипом. 10 штук. Дневные. С анионовым, вернее, чипом. Нет, с анионовым. Может генерировать до 5008 анионов на 1 кубический сантиметр. И предотвращает размножение бактерий, приводящих к воспалению. Ну, вот такая классная полезная штука у нас с вами выпускается. Кто не знал. Далее. Впервые в пустышках влажная туалетная бумага. Знаете, рекомендую, хвалю. Супер бумага. У детской бумаги артикул 30401. У детской влажной бумаги запах, консистенция, цвет, влажность. Все великолепно. Все просто великолепно. И также 40 листов. Тоже биоразлагаемая. Тоже дерматологически протестирована, как и детская бумага. Тоже с очень приятным свежим ароматом. С артикулом 30400 или 30400, как удобнее будет. Тоже можно смывать в унитаз так же, как и детскую. Вот такая вот взрослая туалетная бумага. Мне понравилось ощущение чистоты на постоянной основе. Бумага, обычно сухая бумага, этого никогда не сделает. Никогда. Такой чистоты, которая делает. Так, далее. У меня пришел нечаянный или не знаю, что случилось. Вот такой вот бракованный шприц. Поэтому я его быстренько, из-за того, что тут все отпало, израсходовала за три дня. И хочу сказать, прям чувствуется, что шея стала немножко, кожа поплотнее. Поэтому буду заказывать еще. Вот именно на шею я его тратила. На шею декольте. Они у меня все время страдают. Все время страдают. Так, крем антиакне локального действия, артикул 0592. Я его забрала у Катюши, потому что объелась всяких фруктов, у меня началась сыпь. Вот что я вам скажу. Если прыщик большой, болючий, и вы чувствуете, что он будет долго-долго набаливать, да, он, ну, делает возможность, чтобы он подсох, там, быстрее заживился и так далее. Но вот такого эффекта, что вот вечером нанес, подождал, с утра он уже ушел, нет, такого эффекта нет. Но, действительно, прыщики с ним проходят быстрее, но не так быстро, как бы мне, например, хотелось. Дальше ночные прокладки, тоже с анеоновым чипом. Их тут семь штук в упаковке, они идут более длинные. Артикул 11295. Очень люблю и всем рекомендую блондинкам шампунь Blonde Icon для нейтрализации желтизны. Он идет еще с крутым комплексом с сапфировой пудрой. Артикул 2710. Мне очень часто спрашивают, не сушит ли вот этот шампунь волосы. Конечно, если мыться только одним шампунем и никогда не пользоваться бальзамом, чего запрещает мне мой парикмахер, он подсушивает. Волосы более грубые после него. 250 мл, кстати, все, забываю. Литраж сказать. Конечно, нужно какую-то масочку. Лучше масочку из этой же серии, но любая маска после этого шампуня отлично работает. Любая, какую бы вы ни взяли, любой серии, хоть эксперт, хоть как. Далее я люблю, чтобы волосики у нас были по-разному напитаны. Так что тут как будто... А, ну тут чуть-чуть осталось, но я уже просто не стала дорасходовать. Жалко, очень жалко. Но у меня еще вот голова сырая. Ну просто столько много не нужно. Значит, это у меня идет маска ультраповар. Активное питание. Глубокий уход. Ну да, я соглашусь. Волосы по всей длине наполняя силой, слепительным блеском. Ну по поводу блеска пережженной блондинки не знаю. У меня нет прям какого-то цвета. Далее насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. Но это надо проверять на постоянной основе. А вы знаете, я то одну, то другую открываю. Артикул 1890. Понравилось цвет, вкус, запах, консистенция. Не течет волосики, питат. Отлично. Мне нравится. Далее, далее у нас с вами идет 160 мл. Маска с артикулом 1882. Эта маска идет глубокое восстановление. Да, волосики получше. Волосики получше. Даже после соли, даже после солнца. У нас куда-то раньше у нас с вами был спрей для волос. Походу солнцезащитный. Походу он не актуальный. И я так поняла, что не больно-то эта серия актуальна. Потому что его выбили из ассортимента. Хотя я им раньше пользовалась. Сейчас масочки приходится без этого спрей чаще делать. Потому что я хотела зайти в магазин прикупить такой спрей. Но что-то и в магазинах я его не нашла. Походу он вообще по всей России не востребован. Ладно. А, может не в те магазины просто заходила. Далее. 170 мауэ. С артикулом 1881. Идет бальзам. Глубокое восстановление. Он действительно немножко полегче, чем масочка. Не всегда хочется. Там, допустим, с утра искупалась, вечером искупалась. И два раза моешь голову. И не всегда хочется делать маску. Иногда просто наносишь, смываешь бальзамчик. Ну, действительно классно. Далее. Спрей. Антиперспирант. Эффект до трех дней. Вот закончился. 2679. И мне и мужу очень понравился. Очень понравился. Прям нет слов. 2679. Прям рекомендую. Это спрей был. Также у мужа закончился шампунь против перхоти. Зеленый чай контроль над жирностью. Ну, из года в год он и моется. Артикул 1303. Все нравится. Претензий у него к нему нет. Так что. Жидкое мыло с лордексидином. Антибактериальный эффект. В каждой, наверное, моей пустышке. 2717. Потом приятное. Кисленькое. Клевенькое. Веселенькое. Такой гель для душа. Называется Бали. С артикулом 1715. 250 мл. Тоже супер. Так. Закончился парфюмерный гель для душа. Восьмой элемент. С артикулом 816. Ну, тоже очень часто в каждых пустышках. Сейчас будут мелькать вот эти вот дезинфекторы для рук. 99,9. Чистота и защита. Артикул 2724. 50 мл. Потому что он был по акции. Я его очень много набрала. Так. Шоколадки. Восстанавливающий тоник для лица. Я такой вроде бы не заказывала. Это мне, наверное, мама подложила. Она, наверное, с собой его брала. Из Кирова. Артикул 0779. Ну, понятно. Так. Еще одна стевия. Ну, мы с мамой вдвоем стевию пьем. Никто больше в нашей семье эту стевию не пьет, к сожалению. Артикул 15677. Так. 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 Ну, тут еще одна стевия. Я думала, упаковка. Нет. Так. 3D Volume. Это тоже идет бальзам для объема. Ну, есть шампунь для объема, есть бальзам для объема. Шампунь для объема я не купила. Купила только бальзам. Да, действительно, пушистые такие прикольные волосики. Он меньше утяжеляет, чем обычные. Ну, и на мой взгляд, меньше питает почему-то. Вот. У меня такое ощущение создалось, но классно. В некоторых случаях нужен именно такой бальзам. Новинка. О моих пустышках. Прошлого периода. Я его уже заказала попробовать тут помыть. Ну, что могу сказать. Волосики такие, знаете, когда вы их помоете, они не скрипят, но грубоватые. Чувствуется, что он их промывает. Хотя, пока вы их моете, такое ощущение, что этот шампунь он кремовый. Но он не кремовый в итоге. Такие грубоватые волосики. Хочется побыстрее нанести маску. Промывает хорошо. Все отлично. Он заявлен как питательный. Но что-то я как-то, вот, мне кажется, что это обычный шампунь. Артикул 28-30. Может, у меня просто из-за того, что я часто масками пользуюсь, проблем нет. Поэтому мне показалось, что это обычный шампунь. И 400 мл. Классный объем. Ну, надолго действительно хватает. Так как мы тут все поболели. Противовоспалительный травяной чай. 100% натуральный продукт. С артикулом 157-50. Тут идет 21 фильтр-пакетик. И состав очень у него простой. Листья оливы делают антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуностимулирующее, анальгизирующее, тонизирующее, противоотечное. И способствует нормализации уровня сахара и холестерина. Далее. Трава и лист перечной мяты идет как бактерицидное, сосудорасширяющее, анальгизирующее, спазмолитическое, патагонное, ветрогонное, желчегонное. В общем, такие вот два классных продукта содержатся в чае. И, действительно, когда бывает температура его, когда вы выпиваете, то такое ощущение, что их температура снижается именно из-за этого чая. Но горячим мы его, конечно, не пили. Так, далее. Кофе. Закончился 16.049 артикул. Чай для похудения. Больше его, конечно, пил муж. Но он вкусненький. Дает бодрость, энергию. Не знаю, как с него худеть. Если булочки им запивать, то какое ж тут похудение. 157.15. Так, это тоже абсолютная новинка. Очищающая маска для лица. Свежесть. Ну да, хорошая маска. Не знаю, насколько она очищает. Я так и не совсем поняла. Она идет как ингредиент для ухода за кожей. Это бесценный источник огромного количества. Ну, значит, она питает аминокислотами, антиоксидантами. Препятствует появлению разного рода раздражения. Успокаивает, защищает от негативного воздействия окружающей среды. Артикул 0071 идет. Вот если что-то где-то покраснело, она очищает и успокаивает. Вот, значит, ее действие. Так, вот еще один шприц. Вот этот шприц мне попался нормальный. И вот вы его жмете, вот оно выходит, вы наносите на шею. Вот два шприца я таких вот из расходов. Артикул 5794. Шприц делает очень много. Я тут почитала, прям влюбилась в эту аннотацию. Но его тут мало. Его на мало мне хватает, потому что то ли шея большая, то ли я слишком много расходую. Но, смотрите, тут идет три уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клеткой для эффективного синтеза энергии. Он повышает количество кислорода в коже через несколько минут после нанесения, обеспечивает его пролонгированную доставку глубокие слои, пробуждает кожу, восстанавливает и поддерживает систему микроциркуляции. А также он очищает внутриклеточное пространство и как следствие поддерживает здоровую экологию клеток, усиливает эффективность превращения кислорода в энергию, защищает от ультрафиолетового излучения, вы представляете, да, светомониторов, озонов и так далее. И также он активизирует синтез коллагена и других белков, повышает тонус, улучшает тон и рельеф, стирает следы стресса, усталости, омолаживает кожу. В общем, мне эта сыворотка действительно понравилась. А это идет вообще как домашняя альтернатива салонной процедурой, которая предоставляет введение кислорода в глубокие слои кожи с помощью инъекций или специальных аппаратов. Она насыщает кожу кислородом и восстанавливает способность ее к обновлению. Ну, я думаю, что это прям 30 плюс уже всем надо. Интенсивно она увлажняет и питает. На 26% больше эластичность, на 29% больше гладкости, на 23% меньше выраженности морщин. Вот такая вот классная сыворотка. Поэтому обратите на нее внимание, но действительно не очень-то и экономная. Так, гей для душа, нежность, шелковистость. Моя любимка 400 мл. Обожаю его 2547 за его цвет, запах вернее. Вишневый цвет и хлопок очень приятный аромат. Так, маска очищающая тоже не до конца закончилась, поэтому я вам ее покажу. Ну, еще, наверное, на разик вот осталось, но уже просто некому ее расходовать. Вот такая маска, она идет как три в одном. То есть, она бережно очищает от шелушива. Действительно, тут катышки очень такие хорошенькие. Она вытягивает все из пор, контролирует избыточное выделение себума и дарит ощущение комфорта. Все можно использовать как маску, как скраб и как ежедневное очищение типа умывалочки. Оно предназначено для нормальной комбинированной кожи и скромной к проблемам с 12 лет. Я ее использую тогда, когда пользуюсь нашими единическими прокладками. Именно в эти дни она мне помогает. Так, а вот это упаковка из-под ночного крема Blue. Но я его недорасходовала, поэтому могу сказать только то, что он идет с биокапсулами молодости, с активными клетками тубирозы. Активный лифтинг эффект у него идет. Прям вот попробуйте. Но заказывайте полностью всю серию. Артикул 0147 действительно работает. Далее посеяли мы в прошлом номере мочалку. Артикул 910334. Еще один гель для подмывания. Также закончились у меня очень крутые патчи. Их очень люблю. Начала уже третью упаковку в отпуске девочки-мальчики. Вот представляете, какая я жадина на эти патчи. Нравятся они мне хороши. Артикул 0946. Гидрогея упащая для кожи вокруг глаз. Не буду на них много останавливаться. Также закончилась куча кремов. Вот этот крем мне понравился больше. Вот этот, мне кажется, он какой-то с горчинкой. Муж говорит, шоколадом пахнет. Кокоса мы оба не почувствовали, запаха кокоса. Мне чем-то он, ну вот как будто бы горчит, знаете. Вот мне очень понравилось. 150 малый. Артикул 8396. Вот такой я больше не возьму. А вот этот возьму и не раз. Яркий классный аромат какого-то вот персика. Действительно молочного, такого приятного персика. 150 малый. Артикул 7969. Этот еще возьму. Далее маска. Маска для волос. 2654. Мой любимый ревень. Ну, заодно кем и питает. Но запах этот я обожаю. Универсальный крем с аргинином. Можно мазать все. В спину застреляла, коленка болит и так далее. Он идет с экстрактом ибиря, каштана, донника, листьев подорожника. Они, в свою очередь, восстанавливают и улучшают защитную реакцию кожи. Артикул 1279. Крем универсальный с аргинином. Он идет такой, знаете, обычный. Угу. Вот такой обычный, мятный. Можно и прыщики на лице помазать. Можно укус комара тоже помазать. Если, например, малофтелина рядом нет. Он немножко холоднит, потому что есть такой легкий мятный эффект. Но не сильно. Артикул 1279. Ноги устали после каблуков. За день, пожалуйста, намазали ножки. Ножки как новенькие. На следующий день даже отеки спадают. В общем, такая штука какая-то незаменимая в нашей семье. Прям незаменимая. Вот универсальный крем с аргинином. Так, это дневной крем 45+, артикул 0146. Ну, это пустая коробочка. У меня, кстати, две сыворотки закончилось. Вот этих 45+, потому что сыворотку я наносила утром-вечером. Она идет 30 с малой. А крем один с утра, один вечером. Дневной днем, вечерний вечером. Получается, сыворотка у меня две закончилась. А крема еще не до конца. Сыворотка 0149. Ну, действительно классно. Так, ну, SPF, как вы видите, тоже много. SPF 50, старую версию я вам показывала. SPF 30, старая версия, детская, 2119. Так, это я вам показывала. Так, это у нас закончилась моя любимая штука. Я использовала после бритья, потому что началось раздражение из-за жары. 1701, бальзам, первая помощь. Так, из-под этого я вам показывала. Так, дальше. Очень понравился смягчающий шампунь, клубничка с соком и молочными протеинами. Действительно вкусный, легкий, классный аромат. Прям 83, 94, 250 мл. Прям закажу еще. Очень приятный запах. Так, закончился спрей для полости рта с пребиотиками. Артикул 16, 79, 100 мл. Прям рекомендую. Нежный, легкий аромат. Прям супер-супер. Так, ночная маска антиакне. Вот использовала ее немножко. Практически полную оставляю. Уже не повезу домой, потому что она тут по жаре уже. То холодно, то жарко. То кондер, то не кондер. 0,593. Ну, практически все израсходовал. Наносила толстым слоем. Поскольку не впиталась, потом снимала на ночь остаточки. Пинта действительно с раздражением помогает справиться. Так, очень много закончилось различных салфеток от BSC, от Faberlic. Но они то там, то тут выкидывались, в кафешках забывались и так далее. Поэтому про салфетки отдельная история. Вот, допустим, для интимной гигиены. Если они лежали в туалете до того, как у нас появилась влажная туалетная бумага, то они вот тут есть в пустышках. 15 штук, артикул 2607. Малофтелин, малофтелин. Назначение у него, по идее, идет как крем для ухода за кожей лица и тела, который предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток и активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. И при регулярном применении предотвращает увядание, повышает упругость и эластичность кожи. Но мы его используем как в Викуйске помазать. Там где-то прыщи, где-то раздражение, ссадинка, царапина, укус комара. В общем, это полностью Викуйский малофтелин крем. Потому что тут входит в состав активные компоненты, такие как жожоба, бурити, кедр, макадами, конский каштан, календула, облепиха, гиалуронка, серебро, депантенол, мумиё. В общем, это лечебное для нас, для нашей семьи. Это аптечка. Артикул 7912. Обратите на него внимание. Пусть он и не дешевый, но и состав у него крутой. Так, дальше кофе. Хлордексидин мыло. Упаковка из балафтелида. И масло кедровое живица пьем в начале. Вот первые три дня, когда идет акклиматизация, мы пьем прям по пять штук три раза в день. Потом просто по пять штук с утра. Артикул 15728. Ну думаю, не стоит рассказывать, какая живица классная. Состав тут идет. Кедровая живица, куркумин, масло кедровое и так далее. В общем, очень хороший состав. Куркумин, кстати, мне мой врач недавно прописывал. Я говорю, слушай, он у меня в живице есть. Далее омега 369. Это Викуйский на 15722. Еще одна, наверное. А омега форте это наша. 15779. Кислородных бальзамов закончилась тут целая куча. Детское мыло для детей. Жидкое мыло 2356. Артикул 200 мл. Одна из моих любимейших масок. Но осторожнее с ней. Много раз ее подряд нельзя. Волосы вот лично мои. У меня тонкие, но густые волосы. Она их утяжеляет. Артикул 8212 200 мл. Так, еще одна пачка прокладок. Ну, в общем-то, все. Дальше вы видите, что больше ничего новенького нет. Про это я рассказывала. Про влажную бумагу рассказывала. Про все рассказывала. Ну и вот что тут во второй коробочке не повторялось. Это вот это вот средство классное. Прям рекомендую его вам. Это эликсир глубокое восстановление. Наносится уже после мытья на влажные или на сухие волосы. 30 мл. Артикул 1897. Очень понравилось. Прям рекомендую. Это мы видели. Это мы видели. Мы не видели. Вот это. Понравилось мне. Артикул 2293 250 мл. Это ополаскиватель для полости рта. Экстра свежесть. Действительно ухаживает. Ополаскивает. Свежесть долго хранится. Вот такой еще обновляющий ароматный уход. Ну, вот столько оставляем. Ну, одну треть, да. Одну треть оставляем. Артикул 79-73. Очень понравился. Рекомендую. Персик и молочные протеины. Крем-гель для душа. Понравился. Очень еще понравилась вот эта вот маска. Что-то она как будто там что-то есть. А, нет. Показалось. Очень понравилась маска Ультраповер. Израсходовала, кстати, три таких штучки. 200 мл. Артикул 83-63. Очень крутая маска. Нравятся волосики. Рассыпчатые, легкие, блестящие, классные. Вот сколько раз я ей пользовалась. Наверное, одна из моих любимейших. Фаворит прям. Гель для интимной гигиены. Гель для бритья. Уже закончилась одна штучка с артикулом 8147. Именно восьмой элемент они любят. Далее я еще тут пользовалась крем для ног снятия усталости. Хочу сказать, что вот у нас была какая-то предыдущая версия. Не хэппи степс, а какая-то вот другая. Она как-то вот лучше снимала. Поэтому вот этот крем я больше не буду заказывать. Я буду заказывать именно аргинина. Побольше буду пользоваться мазью с аргинином. Артикул 2517. Тут что-то вот не то. Не так они усталость, как мазь с аргинином снимают. Вот предыдущая мне понравилась прям куда больше. Далее у нас с вами пошли масочки. Опять мачо. Опять гиалурон. Но я уже тут не буду повторяться. Витамин С. Вот я их, кстати, сегодня делала. Мне понравилось действие 0460. Мне понравилась эта маска. Прямо так личико освежило. Дальше гель для интимной гигиены даже не дорасходовала. Очень неприятный вкус, цвет, запах, консистенция. 2301 артикул. Я нечаянно не туда тыкнула. В общем, он мне пришел. Я расстроилась. Но, в общем, мне он не понравился. Дальше бальзам восстанавливающий для осветленных волос. Вот когда вы делаете нейтрализацию желтизной шампунем, вот этот 2711 рекомендуют после этого шампуня использовать. Но, в принципе, без разницы. Так, сейчас я немножко потрясу, чтобы со стеночек убрать, собрать. Вот он такой, видите. Он тоже густенький. У него приятный аромат. Он хорошо ухаживает за волосиками. Все понравилось. Мне прям все великолепно. Вот еще вот такой вот ухаживающий гель для душа. Идеальная нежность с овсяным молочком и молочными протеинами. Вот, вы знаете, 50 на 50. Запах очень мне не понравился. Мне было неприятно принимать с ним душ, потому что он пахнет каким-то не то чтобы печеным хлебом, но печеный хлеб вкуснее пахнет. Я не знаю чего. Ну, в общем, не понравился мне аромат нисколько. Но он до такой степени нежный, классный, мягкий. И кожа прям после него нисколько не просила никаких вот кремов. Ну, не нравится. Какая-то хлебная горесть. В общем, непонятно. Мне не понравился аромат. Мне было неприятно. Я омылась, но фу. Но он до такой степени опять-таки нежный и хорошо питает. В общем, на вкус и цвет товарищей нет. Но 8764 лично я больше не закажу. Я знаю, что это новинка. Значит, большая версия шампунь гель для душа. У мужа закончился. Он его как шампунь не использует никогда. Он его использует именно как гель для душа. 400 мл. Артикул 1312. И последнее, что хотелось показать. А, тут еще мы с собой батончики брали. Ну, тоже вот батончики закончились. У кого-то их еще на складах нет. У нас еще есть. Мы подзаказываем. Далее. Мусс-крем для умывания. Божечки ты мой, как он классный. Даже жалко вот эту одну треть оставлять. Он так классно моет. У него какой-то вот приятный такой сладковатый суперский ароматик. Вот вы его нанесли вот таким образом. Поухаживали, смыли. Кожа уже мягкая, уже приятная. Ой. Ну, мне она прям очень понравилась. Вам честно скажу. Вся я вот такая, вся, вся в сводчах. Видите, я как стараюсь снимать. И вот этот мусс-крем для умывания. Он действительно нежный, суперский. Мне очень-очень понравилось. Что он делает? Ну, вот тут написано, что он поддерживает микробиом кожи, восстанавливает ее защитные функции. Также в составе идет натуральный пребиотик, который помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. Крем-мусс имеет PH5,0, естественный для кожи, который создает дружественную среду для правильной микрофлоры и поддерживает красоту день за днем. 93% натуральных компонентов не содержит парабенов, этилового спирта, СЛС, мыла, красителей. Также в нем содержится гипоаллергенная отушка. И он подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Ну, в общем, он мне понравился. 150 малые. Прям захотелось. Прям захотелось еще раз заказать. Жалко оставлять. Но у нас, к сожалению, и так будет перевес. Потому что мы всяких сувениров и прочего набрали. В общем, оставляем вот это все. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.